друзья рада приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас назрела очередная пересадка я думаю достаточно интересная не знаю насколько будет информативная скажем так но возможно кому-то такая информация будет интересно мы сегодня с вами сейчас я вам расскажу наш с вами фронт работ ну начнем самого простого тут у нас колотей сандериана мы ее просто буквально перевалим ей она уже нарастила кучу корешков и ей нужно просто дать новый объем потому что ей не хватает питания она портит уже листики в общем это необходимая мера также у нас с вами вот такая вот красавица колотей white fusion немножко расскажу вам о своем уходе как она у меня росла нам не росла без фитильного полива и как видите она у меня я считаю в хорошем состоянии вот так кое-что про нее расскажу потому что знаю что для многих это самое проблемное растение и его наделяют всеми эпитетами которые носят характер истерички капризули вредины и так далее самоубийцы но и птицы феникс тоже наряду и вот такой вот красавец у нас папоротник асплениум нидус нам нужно будет с вами отделить у него здесь две детки и им уже тесновато им не хватает места для роста и надо их мы посмотрим сейчас отделим но я так думаю что это даже честно говоря не детки потому что такие асплениумы они вообще не не так-то особо охотно делятся плодятся скажем так я думаю что скорее всего это либо голландская посадка либо посадка из спор и скорее всего это просто вот еще растение и спор здесь добавились но это не точно это мои как бы догадки скажем так но тем не менее поехали я думаю что мы начнем с вами самой простой сейчас посадки пересадки перевалки даже скажем так это вот сандерианы я беру свой субстрат про который у меня есть видео на канале так беру он мне сидел 200 граммовом стаканчики я беру вот такой вот стаканчик 300 граммовый немножечко на дно добавляю своего субстрата где-то сантиметр потому что он не намного выше добавляю многим известный гранулированный гранулированное удобрение не буду говорить какое что вы меня не наказали за рекламу скажем так так вам видно да что я делаю ну достала из стаканчика ставлю другой стаканчик вот здесь получается так видно вам что получается и просто по краям засыпаю субстратом конечно когда без камеры мне намного удобнее делать это дело над ведерком прям меньше получается мусора но не необходимо чтобы тоже увидели этот в принципе простой процесс но для кого-то это будет новинку потому что поначалу когда я только-только начинала изучать тему растений каждое такое видео мне давало что-то новое и казалось это все каким-то открытием скажем так ну все все так вот потрясла я не утрамбовываю принципе субстрат и так как я его недавно поливала там достаточно влажный грунт дабы не залить растение потому что вот это вот делает еще и от перелива тоже тут немножечко есть у меня у меня был момент когда я его перезасушила прям сильно и потом естественно обильно полила и вот пожалуйста вот все это растение готово мы его отставляем постепенно тут красиво стоит поставить чтобы красиво так дальше переходим калатеи дальше калатеи пересаживаем мы ее будем пересаживать в другой субстрат этот субстрат у меня есть видео на канале можете посмотреть а второй субстрат он гораздо проще буквально в двух словах про него сейчас вам расскажу здесь у меня замешан кто видел мои прошлые пересадки вы прекрасно уже знаете что это такое здесь 50 процентов кокоса скажем не неправильно я говорю 30 процентов кокоса 33 33 процента биогумуса и 33 процента перлита достаточно рыхлая такая смесь получается она у меня идет именно для фитильного полива здесь у меня калатеи сидела практически без перлита прям буквально я не знаю процентов пять было перлита и только биогумус и кокос потому что она сидела без фитильного полива и и ей был необходим очень влагоемкий субстрат прям очень и такой субстрат 50 процентов кокоса 50 процентов биогумуса считается очень влагоемким и она как видите себя в нем прекрасно чувствует этот субстрат был у меня практически все время влажный не болото конечно то есть на дне вода не застаивается но прям вот влажный влажный даже верхняя корочка и хочу еще немножко рассказать некоторые моменты возможно вас новичков кто приобретает вот такие калатеи пугают вот такие засушенные листики но нужно понимать что так же как и у ароидных у колотей вот эти нижние листики имеют свойство отсыхать это листики сейчас вот как бы вам показать попробую то есть если взять розетку как вот она разветвляется и вот эти вот листики но вот эта розеточка сама пострадала это мы сейчас не будем рассматривать так где бы найти где бы найти где бы найти но вот там глубине не видно так ну в общем вот если взять розетку вот видите делится то есть серединке будет идти всегда новый ростик а вот эти крайние листочки вот эти крайние листочки они будут усыхать и отмирать то есть так же как это низ получается растение а растение с середины растет растет ввысь сейчас я вам покажу вот попробую показать серединка вот серединке пробивается новый ростик и соответственно вот эти листики со временем крайние будут отсыхать то есть это в принципе нормальный процесс если не портится сама середина вот тогда но как видите в принципе у меня здесь в хорошем состоянии и хочу еще сказать что есть еще такой момент вероятно у многих у кого не получается выращивать красивую колоте white fusion есть такая проблема скорее всего это не неадаптированное растение либо растение уже чем-то зараженное и больное и поэтому когда она у вас погибает вы расстраиваетесь думаете что виноваты вы но есть вероятность что это не вы виноваты вот и я думаю что мне досталось прям слава богу уже изначально здоровое растение я прям даже вставлю если найду фотографию какой она была малепусечная там буквально со спичечный коробок на фотографии было непонятно не ее подарил муж на день рождения и на фотографии был размер на самом деле не особо понятен но когда он его принес домой я аж прям даже не знала была в замешательстве потому что я не понимала смогу ли я его вообще выходить такое маленькое то есть оно было прям вот с ноготок растения но тем не менее вот такое вот красивое оно уже у меня выросло так дальше поехали заканчиваем рассказывать байки я беру вот такой вот кашпо для фитильного полива известного бренда прозрачным таким вот горшочком я здесь использую фитиль фитиль в одно сложение не делаю его в два сложения как в принципе нужно но пока у меня растение чувствует при таком способе себя хорошо поэтому я не планирую менять то что работает так значит дальше мы с вами должны очень 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 аккуратненько вытащить нет не вытащить сейчас я сравню сколько нам нужно подсыпать грунта где-то пару сантиметров грунта насыпаю добавляем гранулированное утопление это пол столовой пол чайной ложки так столичка насыпала может быть даже многовато не значит посмотрим так так теперь я аккуратненько я сделаю это все-таки над ведерком но думаю что вам и так я обжимаю горшочек сейчас нажимаю еще так вот снизу пальчиком среднем показываю вам не спеша не торопимся сейчас попробую вам показать такие вот там корешули и аккуратненько стараясь минимально трогать корневую растение вот так вот его поставила и вот витилек видно вам вот он проходит будет грунт весь набжать влагой и аккуратненько сейчас то что стряхивается я прям сюда же стряхиваю добавляю новый субстрат так помусорить придется чтобы вам видно было ну как говорится чего не сделаешь вроде зрителей так вроде бы относительно ровно растение стоит в принципе но он сейчас я его сверху первый раз полью и он чуть-чуть подсядет так так немножечко на виду порядок потому что сейчас если я буду поливать вся эта грязюка развозюкается с болота скажем так ну все можно я думаю убирать он этот нам уже не понадобится и теперь я беру водичку и проливаю аккуратненько по краю кашпо потому что фитиль у меня сухой надо было по хорошему конечно намочить заранее но ничего страшного мы сейчас прольем грунт прям хорошо так оседает первое время водичка будет не очень красивого цвета но так как кашпо не прозрачная это не страшно а следующую потом уже будет так ну вот тут я сейчас вижу что надо немножко добавить ну вот закончили мы с посадкой этой красавицы я думаю что ей понравится на фитиле будем дальше наблюдать подписывайтесь на мой канал кто не подписан и смотрите как будут развиваться события ну а дальше мы переходим вот к этому красавчику папоротнику для этого мне понадобится у меня есть вот такая специальная досочка для деления папоротников плюс там ну такая для растений мне нужен будет обработанный нож антисептиком так что еще мне тут будет нужно и вот такие вот стаканчики для десертов для деток я думаю они хорошо подойдут и плюс мой субстрат который мы использовали для сандрианы так папоротник у меня сидит вот в таком не очень презентабельном ведерке скажем так но зато ему там хорошо уютно в принципе я думаю что все хорошо мы его достаем оттуда очень аккуратненько опять же обминая обминаем я кстати не так давно его уже сюда переваливала вот но он уже хорошо нарастил корневую вот в принципе тут вот все в корешках так ну будет такая грязная пересадочка ничего с этим не поделаешь если бы он прям посильнее нарастил корневую тогда было бы почище немножко так будем смотреть что у нас тут происходит я прям торопиться не буду потому что беспокоюсь за этих малышей насколько они вообще готовы отделяться еще пока не смотрела насколько у них там вообще своя есть корневая для того чтобы не тревожить особо корневую для этого мне нужен нож потому что мы сейчас будем делать с вами просто вот так значит я нахожу момент вот где детка полностью у меня надо расправить листики все убрать чтобы они потому что они там какие-то так так моя рука вот они все вот эти листики я стараюсь их вытащить из растения потому что они там переплелись вот все я их отделила а теперь я беру и уверенной рукой вот так вот очень надеюсь я буду прям резать прям пополам максимально 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 срезая корень прям вот так и у нас осталась вот такая вот часть я ее стараюсь не трогать потому что папоротники очень не любят когда трогают их корневую у него сейчас невероятный стресс и вот эти вот остальные корешочки я стараюсь просто ни в коем случае не трогать сейчас я его аккуратненько поставлю сюда же и мы потом ему подсыпем нового субстрата так а теперь мы смотрим что у нас тут с детками вот смотрите что у нас тут получилось здесь вот все тоже в корневой тут уже непонятно чья это корневая того папоротника скорее всего часть того папоротника часть этих папоротников и я вот думаю сейчас оставить их вдвоем вы знаете как я наверное правда я их оставлю вдвоем сейчас я не буду уделить как я изначально хотела ну прям вот боязно мне пусть они немножечко сами подрастут у них теперь будет больше питания будет больше места и потом их будет уже легче разделить таким же образом буду делить просто я их вот так вот найду где у них точка роста и поделю так же ножиком вот таким вот образом так а теперь нам надо все это дело посадить ну давайте начнем тогда наверное все таки в этот же стаканчик я и сейчас я то что субстрат тот который легко осыпется я его уберу так что то у нас помещаешься а он прекрасно помещается в горшочек стаканчик и все вот как есть просто я подсыплю ему грунта надеюсь он сильно не будет на дно я добавляю гранулированное удобрение так сколько тут наверное четверть чайной ложки пока ему хватит и насыпаю аккуратненько субстрат не утрамбовывая не утрамбовывая его а вот так вот притресая он найдет куда ему вот так вот можно немножечко помочь потому что в этих стаканчиках есть такая приступочка которая не дает осыпаться поэтому чуть-чуть вот так вот помогаю ложечкой обратной стороной если у вас есть специальное приспособление можете использовать их никто не запрещает делать это красиво а я делаю это вот так и подсыпаем стараюсь не засыпать точку роста потому что у этого папоротника это очень такая ну не больная тема это важный такой очень момент чтобы на точку роста не попадала вода иначе он может загнить так ну он сейчас немножечко расправится чуть-чуть он у меня получился как бы в бок вот видите но я его поставлю вот так вот к свету и он выправится да или вот так в принципе не особо важно так ну и теперь вот этот здесь нам нужно просто подсыпать ему субстрата немножечко подсыпать субстрата значит добавляю гранулированное удобрение где-то тоже треть чайной ложечки то что он постарше ему можно и побольше так и поливать сейчас я папоротники не буду потому что травмирована корневая система и дабы не загнило не начался процесс гниения лучше не трогать лучше не трогать и он видите у меня сейчас как болтается в этом горшочке для того чтобы не засыпать его шейку его в смысле гнездо я сейчас не хочу много насыпать сюда субстрата а воспользуюсь своим любимым лайфхаком который многие знают вот те кто давно меня смотрит знают что я пользуюсь вот у меня пирамзит и делаю вот таким образом я просто его сейчас обсыплю этим пирамзитом и будет туда и доступ воздуха к корням и не будет попадать вода куда мне не нужно очень хорошо проливается и очень хорошо растение держится в такой посадочке вот смотрите вот и показываю как выглядит вот там через некоторое время когда растение закрепится в субстрате грунте можно будет этот керамзит прям совершенно спокойно высыпать при желании можно и не высыпать в принципе он выглядит достаточно эстетично если взять еще прям красивый керамзит можно добавить сюда кстати на поверхность также и циолит можно добавить диатомит если кого-то мучают почвенные мушки диатомит очень будет хорошо прям сантиметра полтора два спокойно можете насыпать и тогда почвенных мошечек у вас не будет учитывая что папоротники находятся во влажном субстрате но дело в том что не знаю почему-то в моем субстрате у меня почвенных мошек не бывает вот я не видела ни разу единственное когда используется когда вернее у меня новые я приобретаю растения и если в них есть добавленный торф почему-то в нем заводится бывает такое но когда я меняю на свой субстрат то все я забываю что такое почвенные мушки но для тех у кого кто все-таки пользуется торфяными смесями этот способ очень хорошо работает вот друзья мы закончили с вами пересадку красоту такую с вами тут понасажали очищаю вам картинку от всяких некрасивых штук и буду сейчас наводить порядок вот а вы продолжайте меня смотреть и писать недобрые комментарии и советовать своим знакомым если вам было полезно мое видео а я с вами прощаюсь желаю вам всего доброго всего хорошего мира во всем мире и пока пока